21 серия кампании за соединенные штаты в моде black eyes и в этой серии нам наконец надо будет уже осуществить операцию overlord по высадке северной франции затянули мы с этой операцией в общем я так думаю отменяем рискованную операцию по высадке в дании бронетанковую армию паттона переводим на южное побережье паттона с 6 уровня 8 атака еще одна бронетанковая армия у нас кстати она даже лучше прокачалась которая обороняется 13 бронетанковая у нас прокачалась то что она обороняется долго в италии от атак постоянных сайт этих ассистов из-за этого нас вальтер крюгер уже даже выше скилл получил чем паттон у него все ветераны так поэтому я думаю наверное у нас паттон будет ропаться на бретань и нормандию скорее всего самое главное будет занять порты хорошие ну брест естественно самый топовый порт в принципе вот шербур тоже неплохой порт здесь у нас этот антверпен ключевой порт в общем задача операции оверлорд будет у нас выход к рейну и попробуем вот эти вот дивизии которые здесь окружить чтобы они остались во франции ну и ключевые задачи на первый этап это будет взятие бреста чтобы снабжение нормальной было и антверпена потому что к сожалению территории союзников мы порт не можем построить столько вот инфраструктуру можно апнуть на территории союзников склады снабжения построить а порт почему-то не добавили хотя вот у нас из-за того что портаем из-за того что мы не можем расширить порт норвегии из-за этого у нас операция по захвату норвегии по освобождению норвегии очень сильно затянулась в прошлой серии полгода уже ковыряемся в норвегии просто из-за того что плохое снабжение если можно было порт построить эта проблема была бы решена за то что порта нет мы приходится сбрасывать припасы кстати неплохо мы сбрасываем аж 25 единиц почти с транспортников 25 единиц снабжения сбрасывается вот за этого мы соответственно здесь застряли в норвегии вот и здесь в этой серии надо сейчас пока у нас готовится операция оверлорд немецкий шифр ой почти через год мы расшифруем болен что вроде было меньше чем 345 дней по ходу немцы шифрование еще прокачали еще больше ну значит придется без взлом без взлома шифра немецкого проводить высадку нормандии еще 10 гент был это вот правил агента куда-нибудь в париж за месяц в северной италии мы потеряли 9000 самолит 9000 истребителей кучая потери союзников я так понимаю или это без потерь союзников я точно не помню это только потерями америки или это потери всех союзников раки потеряли почти 12 тысяч самолетов ну даже больше 12 но в целом у германии конечно сейчас посмотрим как у нас тут перехватывает прям жесть тут надо эскорт ставить стратегическим бомбером доставить эскорт из истребителей чтобы истребители отвлекали внимание вражеских истребителей на себя в общем пока что мы наверное здесь побомбим германию здесь уже бомбить не будем только аэродром будем бомбить во франции ну 72 процента перехватывает здесь ну ладно здесь еще терпимо в общем у германии сколько еще по нашим разведданным по авиации около 20000 обычных истребителей и около 10000 реактивных истребителей значит разворачиваем еще у нас сейчас развернуто сколько развернуто у нас 1000 реактивных истребителей так 4000 стратегов 4 200 6000 истребителей значит нам надо где-то 8 ну даже десять тысяч на развернуть чтобы было одновременно хотя аэродромов не хватит на всех поэтому так что у нас тут минусе тяжелая артиллерия минусе штурмовиков тяжелых не хватает по ходу ночных истребителей самолетов разведчиков остротов стартов хватает 1000 на складе есть транспортники тоже так вот эти тяжелые штурмовики перебрасываем в великобританию уже пусть здесь заранее готовятся и еще 1000 истребителей развернем здесь густангов или японских трофейных кавасаки к 61 мне кажется мустанги покруче по характеристикам чем-то японские но кстати нам японские еще до достались трофейные реактивные какие-то самолеты я видел вот реактивные на кодзима ки 201 реактивные истребители японские нам достались я вот не знаю они взаимозаменяемые с этими с нашими шутинг-старами хотя шутинг-стар они по-моему многоцелевые истребители поэтому мы наверно тоже развернем вот таких обычных реактивных истребителей тоже 1000 шутинг-стар это вот реактивный многоцелевой истребитель а это просто реактивный истребитель японский по-моему они не взаимозаменяемые в общем еще 1000 обычных истребителей развернем в общем еще 1000 обычных истребителей развернем и еще 1000 японских трофейных реактивных посмотрим на что они способны в общем сейчас нам надо выдавить выдавить вытеснить вот эти немецкие дивизии на территории швеции и вот эти армии все перебросить на подготовку и высадки в нормандии на самом деле я бы швеции объявил войну потому что швеция несколько раз нарушала международное право потому что с территории швеции немцы атаковали несколько раз поэтому это как бы ну офигенный пол чтобы обвить ее обвитие войну но мы не можем убить войну потому что типа мы не можем оправдать войну против стран которые не генерировали мировую напряженность из-за того что у нас демократическая страна так ну котлов здесь скорее всего не получится сделать они здесь слишком только если вот эти дивизии но они отступят тоже на территории швеции скорее всего скорее всего скорее всего я вот эти две дивизии может закрытлим если получится то есть вот 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 Да блин, что вы пешком-то все передвигаетесь? Капец. Надо быстро все на рельсах делать. И так в этом моде скорость маленькая из-за того, что снабжение постоянно плохое. Снабжение в этом моде это вообще беда, потому что, ну, вот это вот желтое или красное постоянно, и из-за этого все сразу скорость дивизий там падает. Сколько, допустим, вот у этой дивизии скорость 1 км в час по-любому, вот все. Горы, река, там вот, вот снабжение минус 35% сразу скорости, нехватка грючего минус 60%, инфраструктура повреждена минус 28%, все. Из-за этого у нас дивизия просто ползет. И вот так вот приходится по полгода ждать, пока они все это сделают. Если они пешком ходят. Да, еще надо расширить аэродромы на территории Великобритании. Мы сейчас строим тут склады снабжения где-то. А, это в Норвегии мы строим склады снабжения. И помогаем им в ремонте Норвегии сейчас помогаем. А надо нам еще построить аэродромы в Великобритании. Вот еще можно аэродром мапнуть. Строится? Да, вот строится авиабаза. 19 дней будет строиться. Дальше. Ну что, снимаем армию Крюгера. Снимаем армию Крюгера, бронетанковую. Почти 200 тысяч человек из Италии. Он здесь хорошо прокачался. Мастер боя в этом городе, в горах, в холмах. Умелый штабист, он защитник. Короче, мы скорее всего Крюгера дропнем вот сюда, вот в Бенилюкс. Тут вон всякие города есть. Много городов всяких. А Паттон скорее всего будет брать Брест. В принципе, мне кажется это логично. Хотя, оборона больше... У кого оборона? Ну да, оборона больше у Крюгера. Так, вот тут у нас будет дыра на фронте, надо кого то здесь поставить взамен. Так, тут у нас будет дыра на фронте, надо кого то здесь поставить взамен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы можем пока что снять 20 командного ресурса, снимем наверное мы отсюда, а потому что здесь и так у нас превосходство подавляющее в воздухе, хотя если мы наземный персонал снимем, по идее у нас и снабжение будет тоже хуже идти, хотя ладно снимем тогда вот сюда. Северная Италия, тут тоже у нас в принципе размены в нашу пользу идут по истребителям. Вот, прокачаем тут Морриса Роуза на оборону, а то ему сейчас будет тут тяжелее без Крюгера обороняться в Италии. Это что за самолет? Шутинг Старш что ли летает? А, кстати, надо посмотреть какие у них модельки. У него реально своя моделька есть? Посмотрим. А, ну да, это он, реактивный. Единственный американский реактивный истребитель, доступный в игре. Мустанг, Тайгер Кэт, тяжелый истребитель. Ночной истребитель, то есть тяжелый у нас вот такой, сдвоенный Мустанг. Двойник. А тяжелый штурмовик у нас Гризли, вот такой. Так, а этот самый, В-29 у нас белый, серо-белый. В общем, оставим, наверное, реактивный истребитель. Ой, у нас столько асов нафармилось. Ставим, наверное, реактивный истребитель и все. Всю тысячу оставим. В этой. В северной Италии, пока что. Что, у них дальность небольшая. У них меньше тысячи километров дальность. Поэтому пусть они пока здесь ближе всего к фронту воюют. Вот у нас тяжелые потери понесли ночные истребители. Тайгер Кэты. И, наверное, все тяжелые штурмовики мы тоже перебросим. Они тоже понесли потери. Перебросим их все. И оставим здесь в северной Италии. Мы, скорее всего, эти тактические бомберы. То есть, эти штурмовики А-20, А-38, Гризли. Мы будем готовить к высадке в Нормандии. А здесь оставим такты, которые несут меньше потерь. Ну, эти B-25 Митчелл, которые... Где они у нас вообще? Куда-то они пропали. А, они у нас, по-моему, где-то здесь. Такты. Где у нас такты? Ну, вот, в принципе, есть. Но здесь они будут, скорее всего, прикрывать, чтобы немцы не атаковали. Что-то у нас маловато тактов, походу, развернуто. Ну-ка. Сколько у нас статических бомберов? 600 штук. 1000 тяжелых штурмовиков. 300 тяжелых истребителей. 500 транспортников. Транспортников надо еще соточку развернуть. На всякий пожарный. У нас наличие есть. Даже две соточки. Пусть будет 600 транспортников. И что еще? Так, где у нас все такты? Такты у нас... Пакистан. Центральный Китай. Пакистан. В общем, 300 здесь и 300 еще в Китае. А, ну вот эти вот нам уже не нужны точно. Поэтому можно их... Перебросить... В Италию. Палубные истребители. Хилл каута и... Б25 Митчелл. Перебросим. Все не воюют в Италии. Кстати, реально, эти союзники стали умнее. Вот сейчас база была переполнена. Они отсюда какие-то истребители свои сняли. Ну, самолеты. Из-за этого у нас авиабаза нормализовалась. По этому... По вместимости. Здесь район Неровен. У нас будут базироваться... Ночные истребители. У нас есть и порядок в авиации. Это перехватывают у нас тут истребители. Это бывает. В Южную Италию, в Центральную прилетают вражеские бомбардировщики. Вот эти вот четыре эскадрильи мустангов у нас на перехвате стоят. Так, можно еще на Сарадине тысячу истребителей обычных развернуть. Для сопровождения наших стратегических бомберов. А нет, тут у нас тысяча бомберов лежит. Стоит. Ну-ка, пошли. Пошлем-ка мы кого-нибудь на сопровождение. Нет, ладно, сейчас разберемся немножко еще с авиацией. У нас не хватало тяжелой артиллерии. Ну, в принципе, мы по три штуки в день производим. Противотанковые орудия тяжелые у нас модернизируются. Тяжелые танки модернизируются. И вот ночных истребителей у нас тоже не хватает. Тут бы надо заводов накинуть. И на тяжелые штурмовики тоже. А вот палубных штурмовиков у нас уже дофига просто на складе. Можно пока снять с производства транспортников тоже. По два в день оставим. Так, асамальто-разведчики нам уже особо не нужны. Так вот, на штурмовики и на ночные истребители поставим. Что мы там строим? Строим мы дома еще два ядерных реактора и авиабазы в Италии. Застраиваем в Италию. И потом будем строить военные заводы топа. Я, кстати, не знаю, влияет ли то, что авиабаза переполнена на эффективность обучения. То есть, если авиабаза переполнена, они, по идее, будут дольше тренироваться, наверное, или... Или это не роляет? Барен знает. Просто, на самом деле, надо дома тоже построить какую-нибудь хорошую авиабазу. Потому что, может быть, мне кажется, это тоже влияет. Если авиабаза переполнена, то, может быть, они не так эффективно обучаются. Возможно. Но точно я не знаю. Вот эти летающие лодки тут нафиг не нужны в Беринговом море. Надо их куда-нибудь перебросить. Тоже поближе к фронту. На Мальту. И будем бомбить с Мальты вот. Эгейское море. Может, тут маленькие конвои будут. Оси. Продолжение следует... У нас Аоста и Турин получается останутся без прикрытия. Здесь надо подкрепление, конечно, нам. Сейчас вот эти прибудут, где они там. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Горнострелы? Горнострелы? Горнострелков переведем Горнострелы? 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 Венецию можем потерять на самом деле, потому что без штурмовиков здесь тяжело будет Венеция это не город, это равнина из-за этого фигола Тяжело будет ее удержать Горнострелы? Горнострелы Так... ну что у нас тут готово? А, они еще ползут Выходи Тут танковая дивизия Что у нас тут есть? Противотанковое орудие Да и обычное противотанковое орудие Тяжелое у десантуры есть Они в принципе готовы к атаке На пантеры немецкие Снабжение в два раза перегружено Да, выбивают нас То, что небо стало желтое И мы убрали штурмовиков Сразу нас выбивают Здесь придется за реку отходить Скорее всего Скорее всего Скорее всего Продолжение следует... Хорошо, что мы в Венеции не построили авиабазу, я так и чувствовал, что здесь нас выбьют. Здесь мы не стали авиабазу апать. Продолжение следует... Как у нас дела в Азии? В Азии у нас просто из серии тут все было очень хорошо, а теперь стало все очень плохо. Тут союзники уже подходили к Баку, внезапно немцы начали контратаку. Они тут и вишисты, и болгары. И они уже почти большую часть Ирана, ну, Тегеран и Тибрис они захватили. Внезапно, не знаю, почему так переломилась ситуация, и мы тут под угрозой окружения находимся, поэтому... Поэтому выводим наши дивизии куда-нибудь, где снабжение лучше. Ну и тут у нас танковая армия, она где-то ползет еще очень далеко, вот она едет, которая воевала с Японией, едет сюда в Иран, но это еще будет... А, значит, пешком вот идет дивизия, нормально. Это в порядке нормы у них. А, тут у нас морпехи наши встретились с немецкими танковыми дивизиями, я думаю, нам надо добавить морпехам противотанковое орудие. Так, двадцать пятка. Организация сорок шесть. Вот каждый батальон вот этих плавающих БТРов дает плюс один и девять организации. А вот батальон морпехов дает один и три организации, то есть нам надо добавить плавающий батальончик, убрать парочку батальонов морпехов, горную артиллерию... Горную артиллерию, возможно, стоит заменить на обычную среднюю артиллерию. Противопехотная атака увеличится. Хотя они сейчас в горах, ладно, пусть горная артиллерия остается, потому что у горной артиллерии... У нее, по-моему, бонусы в горах есть. Да, вот у нее к атаке бонусы. В пустыне у нее тоже бонусы. В горах, в фолмах у нее бонусы, короче, в этой горной артиллерии. А, и что еще добавить сюда? Еще один батальон плавающих БТРов, хватит у нас. Да, тысяча. Требуется две тысячи в наличии. Организация 47. И в поддержку мы добавим тяжелые противотанковые орудия. Батареи противотанковых орудий тяжелых. И еще, наверное, легких тоже добавим. Сколько будет пробития? 53. Так, обычных противотанковых орудий немножко не хватает. 240. Требуется 220 в наличии, но это проблема сейчас решится. Такой у нас будет шаблон морпехов теперь. 25-ка тоже. Так, со снабжением. Что здесь? Снабжение здесь, я думаю, мы сейчас сделаем... Сколько броня у немецкой дивизии? Броня у нее 37. То есть, по идее, этот шаблон сейчас они пополнятся. Пробитие 53. То есть, они по-любому будут пробивать немецкие танковые дивизии, когда пополнятся. Сейчас у них еще не завезли еще им эти противотанковые орудия. Когда появятся, они будут пробивать. Поэтому, здесь пока что отбой, пожалуйста. И перебрасываем. Вот этот корпус морской пехоты у нас будет. Вот здесь обороняться. А может быть даже наступать, если получится. И еще один корпус морской пехоты у нас будет на юге. Наступать. Попробует он выйти вот сюда вот, до этого ущелья, которое вот перекрывает дорогу. Если он сюда не дойдет, то вот эти дивизии танковые немецкие, они окажутся в окружении. Если мы займем вот это ущелье, потому что здесь непроходимая территория дальше, и, соответственно, снабжение они здесь, скорее всего, не будут получать. То есть, взять Кашгар, и следующая опробка вот эта вот, и все. И вот эти дивизии, если не отступят, то будут останутся без снабжения. Здесь у нас позиционная война дальше идет. Наступать мы здесь не будем. Хотя можно было, конечно, но тут сложновато будет. Просто тут мы отвлекаем много дивизий немецких сюда, пусть они здесь стоят. Если хотят, сами пусть атакуют у нас. А вот этих мы куда задействуем, палубных бомберов? Ну да, выбили нас с Венеции сразу. О, Амар Брэдли у нас что-то прокачал. Амар Брэдли у нас будет... Он у нас будет за старшего. Останется в Италии. Что? Он, типа, генерал... Он еще не был генералом пятизвездным в это время, но он, типа, самый старший здесь. Поставим ему, наверное, оборонительную доктрину, еще прокачаем. Обороняться здесь будет. Все, Венецию мы потеряли. Болото. Я думаю, через реку они не пробьются на болото. Так, ну что, здесь атакуем. Погнали. Батлплан еще не готов здесь. А вот здесь тоже не готов. 38% В. 19% 20% 15% 50% 40% 35% . Блин, тут, наверное, тяжело будет без Брюгера. Может быть, все-таки стоит национальная гвардия? От этого армии в национальной гвардии еще перебросились. На помощь. Да, наверное, тоже вот эту армию. Национальные гвардии перебросим на помощь в Италию. Продолжение следует... Так, ну что, батл-план готов? Нет, еще не готов. Здесь готов. Почти готов. 35% из 39. Короче, атакуем. Организация почти наполовину срезана из-за того, что снабжения не хватает. Пробивают наши десантники вражескую дивизию, танковую. Еще штурмовики залетают в бой. Все, выберем. Все, выберем. Начинают отводить войска здесь. О, еще 22 дня сюда идти пешком. Ну, блин, капец. Восемь дней сюда. Нет, тут, конечно, оборона наша слабовата здесь. По две дивизии здесь не хватит на каждую провку. Здесь долго так не продержимся. У нас повезло, что сейчас румыны только атакуют. Здесь румыны, они послабее, чем немцы. Поэтому тут еще генерал у нас держится. Хотя он на оборону прокачан. Но тут надо, да, силы дополнительные сюда бросать. А, мы турин потеряли, что ли? Ни хрена себе. А вы с ума сошли. Капец. Блин, даже турин потеряли, это вообще жесть. Как так-то? Убивают нас, да, без этого генерала. Убивают нас везде. Срочно надо возвращать дивизию. На фронт. А эти убежали из окружения, пока мы там... Восемь часов всего. А мы целую неделю будем сюда идти. Пять дней. Она в задней, сэр! Пять дней! Пять дней! Пять дней! Пять дней! Пять дней! Пять дней! Вот, вроде подкрепление прибыло, враг, ой, вран, но здесь жесть со снабжением, поэтому мы текаем отсюда. Багдад сейчас тоже можем потерять. Короче, ждем пока танковая дивизия, бронетанковая армия доползет до Ирана, но это будет еще не скоро. Субтитры делал DimaTorzok Так, тут на обучение поставим. И реактивные тоже, японские поставим на обучение. Ну они сейчас капец, они Турин уже не отдадут нам. А в городе танками это такое себе занятие, наступать. Придется возвращать штурмовики домой, в Италию. Построим еще авиабазы в Великобритании. Может попробовать обойти Турин по равнине. Тут они очень много дивизий собрали. Ну вот вместо того, чтобы высаживаться в Нормандии придется опять заниматься какими-то непонятными делами, которые нам нахрен не нужны, лишние проблемы только. Ну вот развернуто тысячи штурмовиков, а где они все? Южная Норвегия. Вот еще на Дальнем Востоке есть. Две эскадрильи, забираем их отсюда вам. Что опять в Италию полетим. Тут тоже три танковые дивизии стоит на равнине. Но без штурмовиков мы здесь не пробьемся. Дальнем Востоке есть. Италия! Немцы убежали отсюда. Искат лазить. Что-то авиабаза так долго строится. А, ее разбомбили здесь. Разрушили, на 12 уровне разрушили авиабазы вражеские бомберы. Ну, отлично. Так, поставим ночные истребители тогда на перехват, чтобы больше такого не повторилось. Центральная Италия. Так, батл план пока не готов еще. Ждем, когда батл план будет готов. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Сейчас попробуем на контратаке вот эти вот дивизии там выбить. То есть, когда они закончат атаку, организация падает, а мы их выбьем сразу. Как обычно со снабжением проблемы. Так, построим на территории. Здесь вот построим склад снабжения. Все, организация не купала. Сейчас попробуем выбить. А, штурмовики я забыл. Штурмовики... 700 штук, ну-ка попробуем. Или без штурмовиков пробьемся. А, прорываемся без штурмовиков нормально. Попробуем. Продолжение следует. Можно даже котел сделать. Что там, где штурмовики наши? Сейчас штурмовиками зарешаем. Есть. Ну, Крюгер нормально так зарешал. Неплохо вообще. С батл планом вообще неплохо. То, что еще броню не пробивают. Так, новый агент. Кто у нас будет новый агент? Лингвист, скорее всего. Надо все побережье усеять агентами. Всю Францию, ну, всю Западную Европу вообще. Сейчас сделаем, скорее всего, неплохой котел здесь. О, 13 часов. Вот это я понимаю скорость. А, успели, гады. Подвести дивизию румынскую. Что, там штурмовики уже летают? Эффективное сто процентов. Что-то мало они срезают аркид. Авиация. Все. Румыны отлетели. Неплохо так. Я бы сказал, отлично отомстили мы за потерю Турина. Сто тысяч человек. Попробуем еще Ниццу взять сразу. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Турина. Редактор субтитров. посадим стратеги пока отдохнут здесь нас капец выпушивают так 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 надо построить инфраструктура инфраструктура у нас здесь дома слабая инфраструктура снабжение идет через индию здесь надо апнуть инфраструктуру здесь вот 2 уровня здесь вот нормально какой-то здесь странный такой участок хотя индия а вот тут тоже слабовато но мы через этот участок не проходим а тут самое главное вот эти вот участки апнуть белуджистан в пакистане что развиваем успех свой попробуем развить может быть марсель снова взять тут дофига врагов так ну попробуем шатурин выбить и потом уже переходим операция оверлорд все выдавливаем немцев швецию как и как и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет. Нет. Здесь еще надо выровнять фронт. Время. 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 115 арги снесли штурмовиками в бою за Турин. 100 тысяч человек. 100 тысячная армия в основном тотом итальянца основном. Окопались в Турине. Так. Транспортники почти достают. Ну и минус 47 процентов штраф из-за нехватки дальности. Здесь мы атаковать не будем. Тут у них. Ситуация лучше чем у нас. Что-то мне вот эти реактивные кстати понравились. Здесь что я базу апню на всякие пожарные. Время. 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 можно может быть тысячу развернуть. Реактивных истребителей. Которые. Японские. Или которые наши. Ну скорее всего японские. Потому что у нас своих. Немного. 3000 в резерве реактивных. Ну еще тысячу развернем. Ну еще тысячу развернем. Так. Ну что. Подготовим. Десантную операцию. В северной Норвегии. Вот эти 200 транспортников перебросим. Этот аэродром. Попробуем с него дропнуться. Моя сан. Анастас. Моя санна. Моя сан. Моя сан. Моя сан. Моя сан. Свободные военные заводы Куда у нас У нас уже нехватка реактивных истребителей Своих Что еще у нас там БТР с пулеметами Не хватает Горнострелкового снаряжения Не хватает Противотанковых орудий не хватает Так, реактивные истребители Многоцелевые Так, БТР с пулеметами А, мы их не производим даже Или Стоп Раз, два, три, четыре, пять Да, вот он Потом еще противотанковое орудие И горнострелковое оборудование Которое мы тоже походу не производим Что у нас его два вообще Пятьдесят пять Какое-то лицензионное что ли из этого Да, вот это лицензионное А это наше Этому лицензию Кого-то там брали Так, у нас дофига политки Что-то можно попрожимать И у нас, кстати, проблемы с резервистами Шестьдесят тысяч всего осталось в резерве Восплодить народ вокруг нашего правительства Стабильность плюс два процента в неделю Потом у нас что-то стабилка просела Дополнительные фабрики На товары народного производства На товары народного производства Товары Для людей, короче, потребительские Греческие рассказы А где взять людей? Где взять людей? Ну, расширять призыв Восемьдесят тридцать пять лет Но это уже будет штраф Уже такой Нифиговый Характеристикам Скорость восстановления дивизии Минус четыре процента Прирост опыта Минус шесть процентов Потеря опыта Плюс десять процентов Или поставить Трехлетний призыв Поставим, наверное, трехлетний призыв Это будет штраф к объему производства Заводского Ну, в принципе, у нас Объем заводского производства Не так важен сейчас Как характеристики дивизии Качественные характеристики Поэтому О, сейчас нормализируется Количество резервистов Все Турин мы Освободили В общем Вот этой линией Наверное Станем Обороной Турин Так Вот тут еще надо Из-за осты Вот эту взять Анси Или как этот город называется Чтобы У нас Все бои были Вот в этом регионе Авиационном Для этого Нам надо Продолжение следует Ух Также Продолжение следует Авиационный призыв Продолжение следует Турин Турин тут за план какой-то непонятный уже вроде все планы удалили все еще что-то есть на этого десантников далее вас нет таких battle планов для десантуры поэтому дивизия выдавая будет 29 марта готова 53 как долго но и и и и и и Над Ираном, конечно, мы проигрываем воздух. Со снабжением капец, поэтому не факт, что мы пробьемся здесь. Из-за нехватки снабжения. У тебя пробиваемся. Вычеканули нашего агента, нифига себе. А они тут тоже три дивизии танковые перебросили. Так, ладно, наверное, забьем уже на эту Ан-Си. Поедем уже высаживаться в северную Францию. Продолжение следует... Что, Паттон? Паттон у нас будет брать Брест и Бреттон, все. Или все-таки его бросить на Бенелюкс? Так, а линию Мажино... Линию Мажино немцы демонтировали, походу. Она же где-то вот здесь, по-моему, да, проходит? А, не, вот она. Она есть. Но не вся. Вот тут, кстати, нету линии Мажино. Они часть ее демонтировали, возможно. А, нет, она... А, она вот так идет. Вот можно попробовать десант дропнуть сюда, вот, делением Мажино. Закрепиться на ней. Вот очень рискованная операция. Рекомендуем ее повторять. Так, короче. Забираем отсюда наших дядек. Уольтера Крюгера забираем. Рекомендуем ее. Рекомендуем ее. Рекомендуем ее. Свою миссию выполнил здесь. Плохое снабжение из-за порта в Калифорнии. Нифига себе. Ну-ка, построим порт в Калифорнии нормальный. А, ну-ка, тут 10 уровень Сан-Диего порт. Что они хотят? Выше я уже не построю. Выше уже нельзя строить. Продолжение следует... Будет много союзных дивизий. Я надеюсь, они удержат здесь фронт. Приближаются выборы в США, и политика правительства США оспаривается... Ну, не оспаривается, а политика США... Политика правительства США подвергается, типа, сомнению среди людей в правильность политики правительства. В связи с приближающимися выборами люди начинают сомневаться в способности нынешней администрации вести продолжающуюся войну. Соединенные Штаты понесли большие потери в этой войне, и общественное мнение повернулось против тех, кто, кажется, ведет нашу нацию к поражению. Хотя наши люди полны решимости довести войну до конца, они предпочли бы, чтобы войну продолжало другое правительство. Этот кризис доверия очень прискорбен. Пусть изменится политический ландшафт, чтобы люди сплотились. Окей. Немножко поменяем политический ландшафт, чтобы люди сплотились. Пойдем навстречу людям. Хотя я не знаю, что они беспокоятся о нас. Мне кажется, победа близка. Давай сейчас дропнемся во Франции, и все вообще отлично будет. Кто там сомневается в наших... У нас 65% популярность демократической партии. Причем вот там еще предвыборную... предвыборную кампанию проведем. Вот за 20 политики повысим популярность правящей партии. Надеюсь, они здесь справятся без нас, потому что мы... Свои авиацию тоже надо пополнить перед решающей битвой за Европу. Поэтому мы пока что... Авиацию... Заберем из Прованса. Че тут у нас в минусе еще? Противотанковое орудие... Реактивные истребители в минусе. Истребители тоже надо заводов 50 поставить, чтобы у нас... В резерве они всегда были, только приоритетом понизим. Так, в общем, Паттон. Сколько мы можем дивизий высадить в Норвегию? Две АУГ надо объединить. И у нас еще есть... Тут две АУГи тоже. Здесь пока поремонтируются эти... Которые Эрнеста Кинга. Авианосца. Тут покоцали. В общем, Паттон дропается у нас... Бретань. Так, из Плимута. Брест. Бежит. Без Кардифа. Сюда вот... Или в район Шербора, наверное. Атлантический вал стоит по всему побережью. Береговые укрепления. Попробуем вот так вот Шерберу взять и Брест. Так, береговые укрепления второго уровня. Ну, минус 30 к атаке получается у нас будет. Из Атлантического вала. А здесь, кстати, неплохие седьмой уровень укреплений. Ну, здесь одна пехотная дивизия, если мы здесь высадимся, то проблем не будет. В Ресте тоже неплохие укрепления, а по флангам фиговое береговое укрепление. На центре мы будем дропать пехотную армию, а вот здесь будем дропать Крюгера. Вообще, у меня такое ощущение, что у нас что-то маловато дивизий. Хотя, вот эту армию тоже можно высадить в национальные гвардии. Во втором, во второй волне высадится. Здесь и дивизий национальной гвардии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров 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 А.Егорова. На всякий пожарный поставим дивизии нашей во втором эшелоне, вот здесь. Здесь снабжение сейчас фиговое будет, поэтому пусть они нас обороняют вот здесь. А здесь союзники наши обороняются. На Франции. И вот эту армию национальной гвардии, может быть, тоже нам тогда перебросить на высадку в Нормандии. У нас, кстати, мы переводили наши пехотные дивизии на БТР и пересаживали. Вот у нас еще 7 батальонов пехоты есть, пересаженные на БТР. Ну-ка, можно пересадить. Хватает нам БТРов? Основных БТРов хватает. Не хватает нам БТРов с пулеметами, БТРов с минометами. Но это быстро можно минус закрыть сейчас. Так, основные БТРов у нас уже дофига, да? У нас надо перебросить часть заводов. БТРы с минометами, БТРы с пулеметами. Так вот, по 10 в день нормально. БТРов с минометами. Что у нас в Иране творится? Воздух зеленый. Снабжению капец. Почему нельзя вот сюда вот встать, где нормальное снабжение? Почему они идут вот сюда вот? Что за добилы? Сколько там с воздуха? Немного сбросаем. Дальности не хватает. Ой, а тут немцы пушат неплохо так. В Синьцзяне. Мы пробиваем, но у нас с снабжением проблемы. Ну, держимся. В воздухе вражеские штурмовики. Но их немножко. Здесь, я думаю, мы выстоим. Тут у нас все-таки эти генералы, которые морпехи. Они хорошо прокачаны в боях. Закалены. Расширяем. Расширяем наши блацдармы. Построим еще аэродром, наверное, хороший. А, у нас тут максимальный уровень аэродрома. В Лигурии, где находится Генуя. Генуя. Субтитры сделал DimaTorzok Так, бомбим здесь аэродромы, инфраструктуру, фабрики, военные заводы, целевая бомбардировка Неплохо так, кстати, бомбим Почти по одному зданию в день, по полу здания в день Перехватывает 28% Ой, у нас с алюминием что-то жесть А что такое? Торговое влияние у нас что ли не хватает в Канаде? Не хватает торгового влияния, типа На Канаду Ну что, у нас минус 20 алюминия будет У нас не будут производиться тогда некоторые самолеты, которые, в принципе, нам нахрен не нужны Можно еще свои собственные разработать ресурсы, алюминиевый залеж Нет Ну, можно построить еще больше этих сталилитейных заводов, которые дают по 5 алюминия Так, авиабаза, расширяем авиабаза в Великобритании Торговое влияние Торговое влияние Индепенденс неплохо так натопил Весь немецкий флот Перетопил фактически Шарльхорнст, где и Зинава потопил Авианосец Наш Индепенденс Пятого уровня который Мидуэй там чё Тоже в основном немецкий флот Рэндольф Ещё сиамский, японский, итальянский Шангрила у нас давно тоже воюет Уже четвёртого уровня авианосец Что вот сюда теперь Переводим авианосец Попробуем Энтерпрайз Тоже тут у нас неплохо так Третьего уровня авианосец И линкоры поставим Здесь где нибудь Чтоб они с моря прикрывали Третьего уровня Удавливают нас здесь тоже Наравнением Северной Венеции Туда защитить Багдад Прикроем Район Багдада Так Тут инфраструктура Первого уровня Капец У нас пока не хватает этих Свободных Пока мы в Англии строим В Иране мы построить Ничего не сможем У нас слишком много Всяких проектов Зарубежных Сейчас Так Ну что Армия Крыгера готова Надеюсь Я бы на самом деле Наверное вот эту армию Все таки высадил бы В Великобритании В Северной Трансе А вот эту А вот эту армию Я высадил бы Поставил оборонять Далее В Северной Трансе В Северной Трансе В Северной Трансе В Северной Трансе У Альтера Крыгера 15 дивизий А не А не четное число Мы что-то потеряли что-ли Три моторизованные дивизии Где-то потеряли Ни хрена себе Март 53-го Будут готовы Ну как раз Наверное в марте 53-го Высадимся Высадимся В Северной Трансе В Северной Трансе В Северной Трансе Еще Тысяча Истребителей Обучилась Тысяча Реактивных Обучилась Тут как обычно Места не хватает Никому Я строю аэродромы А их занимают Наши союзники Так Вот эти Короче 12 дивизий Наверное Или Вообще все 15 дивизий Можешь сразу Все высадить Во всей Норвегии Тут надо будет снабжение по воздуху Хорошее организовать Тогда А у нас пока Командного ресурса Не хватает Мы сбрасываем Варани Дофига Ну надеюсь нам хватит этого чтобы Захватить Ну кстати мы не так уж и далеко Мы можем только вот до сюда Вас бросить Десант Я хотел сюда вас бросить Но сюда мы не достаем Транспортный самолет Ну окей Поднимаем воздух Нашу палубную авиацию Палубные Стребители Штурмовики Самое главное Палубные И самое главное Аук Аук Куда мы прыгаем Куда мы прыгаем Поменять сначала Пока так С таким шаблоном Их нельзя сбрасывать С воздухом Ну неплохо так Мы здесь в северной Италии Воюем Потеряли 10 тысяч За месяц Они потеряли 15 тысяч С такими темпами Можно и победить Что попробуем Отбросить Немцев От Багдада Здесь Немцев От Багдада Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, поменяем шаблоны парашютистам, которые можно дропаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Попробую сначала сюда десантироваться, потом туда подальше. Продолжение следует... В принципе, если союзники не будут свои дивизии отсюда убирать, то мы продержимся здесь... Без вот этой армии Национальной Гвардии, которая сейчас прибывает... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Воздух зеленый... Кто там у нас... Тихо авианосца, кто-то летает... На Южную Норвегию... По финале... По финале... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аэродром захватили в северной Норвегии Теперь надо на север быстрее идти Так, транспортники у нас достают Докудова А, ну в принципе Норвега не достают Это хорошо Попробуем сейчас вот сюда Дрохнуться в район Норвега Главное не забыть, что Пехотная дивизия идет Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нет, не надо здесь ничего, стоите, окапывайтесь Субтитры делал DimaTorzok Обманули дурака На четыре кулака ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вот сюда вот ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, неплохо высадились, даже ни одной дивизии не потеряли Десантников ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Как хорошо вылетает вообще, молниеносно просто. Хотя воздух здесь желтый. Здесь роляет, потому что они не пробивают нашу броню. Пантеры конечно хуже, чем М103 немецкие тяжелые танки, поэтому... Рыба! 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 Продолжение следует! Рыба! Рыба! Поехали! Ждем пока дивизии прибудут в Великобританию. Авиабазы сейчас достроятся у нас в Великобритании. А, тут у нас недостают штрумы. Поехали! 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 Тромовики залетели в бой. Поехали! 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 У нас, кстати, дофига опыта авиационного и армейского. Надо бы что-нибудь апнуть. Я думаю, надо апнуть... Пулеметы, может быть, апнуть? Поехали! Где они? Брень какая-то. Минометы. О, минометы апнем Так, БТР с минометами тоже можно прокачать А, нет, по-моему их нельзя, да, их нельзя прокачивать Тяжелую артиллерию, возможно, можно прокачать На надежности противопехотную атаку И прорыв Ой, я не ту вывел из эксплуатации Еще немножко опыта есть, куда мы его впаяем Противотанковое орудие? Тяжелое Тяжелое противотанковое орудие у нас Вот они Надежность А тут надежность падает, да, сильно, если так прокачать О, вот так надежность не падает И у нас противотанковая атака и пробитие увеличивается Авиационный опыт, я не знаю, куда там тратить его, в принципе, у нас Не особо можно много куда потратить Декабрь 52-го Армии национальной гвардии перебросим На второй эшелон она поедет То, что в Ольверпуль О, и тут размены вообще в нашу пользу Категорически в нашу пользу идут Так, штурмовики забираем Забираем тысячу штурмовиков Великобритания Категорск Категорск Выгоняем немцев из Норвегии Союзники атакуют Ну вот, союзники пригнали в Прованс дофига авиации Потому что, я думаю, здесь не выбьют немцев на территорию Италии Наших союзников Поэтому Ладно, перебросим на всякий случай поближе Резервы сюда Хотя они могут понадобиться нам и в Северной Франции Но посмотрим Как там оно будет Над раном зеленое небо 58% превосходства в воздухе Можно, в принципе, сейчас бакинские нефтепромыслы попробовать забрать Потому что в Германии Основная нефтедобыча, я так понимаю, идет именно отсюда Здесь у него нефти не так уж и много Кстати, реально что-то стали мало пригонять истребительный перехват Наших стратегов 43% всего перехватывают Подгоним еще им тогда Сюрпрайз И тысячу истребителей бросим На эскорт А эскорт здесь команды нет Да, здесь только превосходство в воздухе Перехват Вот, кстати, реально не хватает Вот в этой игре Команды для авиации Вот эскорт Ну, чтобы наши истребители сопровождали стратегический бомбер В первую очередь Их защищали от вражеской авиации И еще не хватает сковывания действий Команды Для бомбардировочной авиации Ну, сковывание действий Это когда бомбят Когда авиация бомбит Не только войска, которые в бою участвуют Да, как вот сейчас В этой игре А еще и те, которые просто вот стоят Ничего не делают Просто сковывать их действия Тоже полезная команда На самом деле Вот в Хойке 3, по-моему, она была А здесь А здесь ее убрали Ну что, у нас авианосцы отремонтировались Поплыли в Англию У нас союзники в ударе Пытаются пробиться У меня такое ощущение, что у Германии Стало не хватать истребителей Чтобы перехватывать все наши бомберы Эффективно Стратегически Скоро начнем операцию Верлорд В начале 53-го года Может быть попробуем даже сначала взять бакинские нефтепромыслы Попробуем прорваться сюда Тут не так уж много дивизий Может получится Алан Брукс Сотворит чудо, может быть Командованием Дугласа МакАртура Были бы здесь аэродромы свободные Было бы проще, конечно Пешком идем на север Сколько у нас скорости Два и три километра в час Из-за плохой погоды Инфраструктуры Палубная страция Попробуем Продолжение следует... Правда, не встает Матерали Попробуем Продолжение следует... Попробуем Продолжение следует... Палубные истребители в минусе, так, БТР в минусе, снаряжение для десантуры в минусе. Снаряжение для ВДВ мы не производим, что ли? А, производим, так вот, заводы есть. Палубные истребители. Ну, в принципе, мы можем еще тяжелых истребителей развернуть тысячу, на всякий пожарный. И еще обычных можем тоже тысячу развернуть, без проблем вообще. Были бы аэродромы. О, Ирландию, кстати, неплохо так разбомбили, походу. Походу, кто-то здесь прилетал в Ирландию, кто-то бомбил ее. Кто бы это мог быть, интересно. Походу. Продолжение следует... 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 А, не хватает нам уже. Не хватает вместимости для высадки, скорее всего. На центре потом будем дропаться, посмотрим, как там ситуация развернется. В общем, главное вот так занять Тегеран, по горам вот здесь встать и дальше Баку. У них на Атлантическом вале только пехота, кстати. Поэтому шансы есть. Танки в основном где-то сюда они перебросили. Нам, кстати, нужны будут дивизии, чтобы вот эти дивизии тоже отвлечь на бой. То есть надо будет перебросить все-таки дивизии сюда поставить. Чтобы они не смогли отсюда перебросить армию. Не судавод. Компания! Попробуем! Попробуем! Так, ну я думаю десантники здесь долго будут ковыряться, они нам нужны будут для высадки, поэтому... Наверно заменим мы здесь десантников вот этой... Пехотной армией. Пусть они здесь доковыривают уже. Хотя вот эту армию я бы наверное тоже высадил бы, потому что здесь БТРов много. Если сравнить с национальной гвардией по статам, пехотную дивизию и национальной гвардии, что тут у нас? Скорость одинаковая, да, но противопехотная атака несравнима в два раза, ну не в два раза больше, но значительно больше. Так что это дивизии обычной пехоты лучше все-таки высадить наверное. Они по всем статам практически выше. Защита 636, защита 562. Потребление припасов 3 единицы, ну а здесь две, но только за счет потребления припасов они выигрывают национальная гвардия. И очень много горючего едят еще вот эти дивизии пехотные за счет БТРов, а здесь вообще мало. Ну ладно, пусть пока короче эти дропаются. Там посмотрим. Я думаю авиация зарешает. Если авиация будет зеленое небо, то все будет нормально. Сейчас эвакуируем десантников в Великобританию. Где-то в марте, да, скорее всего высадимся. Попробуем высадиться. Вау. Продолжение следует... 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 Нужно снять и поставить на производство БТРов больше накинем, которых у нас не хватает особенно. Чтобы перевести всю мотопехоту, ну всю пехоту обычную на БТРы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если мы еще успеем Баку занять к Марту, то это будет отлично вообще. Просто шикардос. Кстати, у нас накопилось уже 5 атомных бомб. Субтитры делал DimaTorzok Потому что перебросинки, интереактивные истребители сюда, надеюсь, потеснятся наши соратники. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Снабжению капец. Снабжение идет через Индию. Субтитры делал DimaTorzok Поможем Ирану с ремонтом. Снабжение идет через Индию. Снабжение идет через Индию. Снабжение, конечно. Снабжение идет через Индию. 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 Или что-нибудь, что уменьшает потребление предпасов. Тут больше ничего такого нет. Вот, кстати, реально, можно вот... Свободная есть ячейка, можно было сюда еще одну ротуснабжение поставить. Что нам мешает, я не знаю, честно говоря. Какие-то ограничения они наложили. Из-за этого, скорее всего, не прорвемся мы к боку. Мы сейчас союзники кучу дивизий сюда притащили. Из-за этого тоже проблема. Давай, выход! Город надо обойти. Да, сэр. Переходи! Приятный, сэр. Переходи! Мочканули немцы нашего агента, который был вот здесь вот. Мы переведем. Для высадки пригодятся здесь агенты. Так, 21 февраля. Надо уже постепенно готовиться к высадке. Реактивные. Реактивные. Где наши реактивные? Вот они, прибыли. Только попробуем повоевать. Под Нидерландами. Что-то всего 77 самолетов пригнали сюда. Авиабазу разбомбим здесь. Ужас, надо в Германии бомбить авиабазы активно. Инфраструктуру. Что-то никто не перехватывает. Что-то никто не перехватывает. Японские что-то слабенькие. Да. Что-то они проигрывают воздух. Что-то не проигрывают воздух. Ну, японские что-то слабенькие. Продолжение следует... 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 Блин, вот это конечно переполняемость авиабаз это капец. Целый день будет ехать. Поможем здесь стратегическим бомберам бомбить Германию. Кого мы еще не расшифровали, мы уже всех расшифровали. Спайнер-шука. Так, ну что, с чего начнем? Авиабаза мы еще не достроили полностью, которые нам нужны. Все в порядке. Повторяйся. Вот наши мустанги получше действуют, чем реактивные вот эти истребители. Японские. Повторяйся. 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 О, у нас тут еще дофига парабликов обучилась. Ну что, вроде все готово. Так. Вот наши реактивные истребители, вот эти, шутинг старые, получше. Показывают себя, боюсь с противником чем японские. Короче, щас доплывут наши десантники. А блин, начинается опять. Блин. Блин. Есть что по штурмам у нас? Блин. 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 Я так и думал, что немцы захотят отжать, вернуть себе Морвегию. Я вообще думал, в первую очередь, выбросить Десантуру на линию Мажино, но я думаю, может быть, нам все-таки сначала высадиться, а потом уже Десантника высадить. Тоже, в принципе, вариант хороший. Короче. Авианосцы поднимаемся, истребители все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И тысячу стратов надо. Блин, аэродром переполнен. Как обычно, подстава у нас. Тысячу стратов чисто на авиабазу направим. Бомбить здесь. Где вторая тысяча у нас? Где еще три тысячи? А вот еще на Сиротини. Тоже чисто авиабазу отправим бомбить. И в Тунисе. Из Туниса отправим бомбить промку. И здесь тоже. В Западной Германии. Теперь, наверное, пора взломать немецкий шифр. 30 дней. Короче. Сейчас взломаем немецкий шифр. Получим бонус на месяц. До 21 апреля получается. Разбомбим аэродромы, которые находятся во Франции. Стратегическими бомберами. Стратегическими бомберами. И поплыли. Была, не была. Как говорится. Как говорится. Ну что, нормально, ломаем авиабазу. Да, пакуацали все авиабазы. У вас дух зелененький. У нас время уже идет. Вот сюда еще надо накинуть истребителей. На аэродромы в районе Рима. И здесь. Мустанги, в принципе, неплохо достают и с Италии до северного побережья Бенелюкса. Это у нас тут бездельничает. У нас тут еще есть в резерве реактивные. Истребители тоже перебросим в Италию. Сколько у них дальность? Ой, у них дальность 900 километров всего. Ну что, с богом. Поплыли. Я ручаюсь вам головой, что мир не видел еще силы, подобно той, которая была собрана Соединенными Штатами для высадки в Нормандии. А, вот здесь еще надо превосходство на море поставить. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, поднимаем штурмовики сюда. Здесь воздух реактивный истребители нам не обеспечивают. А, это штурмовики. Так, сюда-то, да. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Здесь тут авиабазы разбомбили. Ну, неплохо разбомбили. В принципе, достаточно, наверное. Немцы отводят. 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 Вперед на Париж. Немцы отводят. Немцы отводят. Немцы отводят. Немцы отводят. Немцы отводят. Немцы отводят. Задержать. Немцы отводят. Немцы отводят. Немцы отводят. Немцы отводят. Немцы отводят. Немцы отводят. хватает истребителей что литров плавающих не хватает а это палубных не хватает истребителей так стратегии стратегии надо все четыре тысячи стратегических бомберов сейчас на германию чтобы отвлечь и отвлекать внимание от этих вот операций так сюда 1000 сюда 1000 а вот сюда 2000 нас полетела но в принципе нормально пусть так и летают наверное инфраструктуру бомбят и авиабаза в восточной и западной германии ой тут косяк оставили ему дивизию немецкую на нормандских островах надеюсь она не пойдет никуда она по идее может переправиться и занять шербор опять вперед воины света так а тут у нас как высадка не очень дойдет а штурмовики у нас еще так штурмовики перенацелить отвлекающий маневр а немцы все дивизии вы планет не все вывели за рано не вывели все здесь они дивизию брали но это косяк на самом деле потому что пока ты без прикрытия осталось баку то осталось без прикрытия как такой косяк немцы могли допустить так прилетели еще истребители в италию бросим их на поддержку на сопровождение стратегических бомберов реактивные у нас нифига не достают северной италии попробуем достать до западной германии пантверпа надо взять и и Так что я говорил, хорошо что англичане сюда приехали. Так мы сейчас могли Шербер потерять. Так, готовим десантную операцию. Десантную операцию. Где нас транспортники можно разместить? Вот здесь вот. Так транспортники забираем, 300 штучек, вроде как они должны достать из вельса. Так. Так. Вот наш шутинг старый. Вообще потери. 1,28 здесь. Так. 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 Брюссель окружить. Так, ну я думаю, эту армию тоже можно все-таки перебросить. На операцию Оверлорд. Продолжение следует. Так, готовим десантную операцию. Где там наши парашютисты? Приплывы. Транспортники у нас вот здесь. Приплывы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Немцы все-таки пораняются в районе Бакум Субтитры сделал DimaTorzok Главное вот здесь инфраструктуру разбомбить Вот этих регионов, чтобы из Германии не приходило подкрепление Ну снабжение подкрепление Походу в Париж мы без боя зайдем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поближе к фронту 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 Продолжение следует... Гордж Паттон, 37-я бронетанковая дивизия танковой армии Джорджа Паттона входит в Париж. Так, готовим десантную операцию. Гордж Паттона входит в Париж. Гордж Паттона входит в Пельгийской границе и вот так вот через Рюксембург на Медс. Гордж Паттона входит в Париж. Продолжение следует... 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 Теперь можно увидеть развивающимся на Эйфелевой башне... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... отправим ка мы их воевать северную италию с эскортом наши стратегические бомберы более-менее тут бомбят, что-то разрушают здесь вообще неплохо, где зеленый воздух можно кстати сбросить атомную бомбу или нет, нельзя 75% требуется превосходство в воздухе а у нас превосходство в воздухе здесь 61% так, куда мы дропаемся нет вот, на линию Мажино попробуем дропнуться достанут наши транспортники да, транспортники достают до линии Мажино ну вот здесь скорее всего Мюльхаузен и здесь скорее всего дивизия стоит немецкая которая на границе со Швейцарией ну вот здесь возможно никого нету ой, Бельфорта то есть а не, Мюльхаузен, да Страсбург 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 дивизий как раз как раз прям Медс 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 сбросит с воздуха ВДВшные зенитки которые сбросят с воздуха можно полевой госпиталь ротосвязи разведка батальон рейнджеров ну это не батальон это сколько 500 человек ну хотя бы 500 человек это батальон штабная рота организация 51 так кого мы сюда отправим превосходство в воздухе завоевывать вальза с лотаринге наши эти реактивные шутинг старых это что не такая организация они пока восстанавливаются Хотя они с нулевой организации все равно упадут, они когда дропаются, у них все равно нулевая организация, поэтому ждать с моря погоды. О, а тут наши войска без боя отступают в Баку. Нефть у нас вот здесь добывается. О, хорошая авиабаза здесь, тут снабжение фиговое, поэтому самолеты пока не будем туда перебрасывать. Так, воздух, зеленый воздух над Альзасом. Ну что, прыгаем? Прыгаем. 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 Так, аэродромы у нас не переполнены здесь. Блин, удалил случайно. Здесь линия Можино, сейчас будем окапываться на линию Можино. Продолжение следует... 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 Еще восемь парашютистов, восемь десантных дивизий есть. Вот здесь скорее всего никого нет сейчас. И в Кёльне скорее всего никого нет. Все вверх! Внимание! Внимание! Да, дропаемся наверно вот сюда вот. Внимание! Сейчас организуем высоту здесь. Внимание! Урод Colайна! Морctor! Я же exhale вотation! Сblindь вот конец! Да, дропа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, дропаемся. Кёльн, Бонн, Коблинс, и потом вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Погнали. Не хватает превосходства в воздухе, западная Германия. А, вот здесь регион. Мы задеваем. Ну, западная Германия, сколько у нас? 68, а требуется 75% превосходства в воздухе. Ну, сейчас дожмем 75%. Вот, 75% есть. Все, прыгаем. Сейчас тут уже наши подойдут. На помощь. Берн без боя заняли. Бросим-ка мою атомную бомбу на Эссен. Хороший город, но Германия должна заплатить за свои преступления. Германия. Конечно. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как раз до середины 1953 года Южную Францию освободим и на этом все. Все. На сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 это венгрии здесь атакуют венгрии проявили инициативу отчаянные попытки переломить ситуацию так это конечно все хорошо но у нас все фигово на севере а а а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Ну я думаю возможно следующая серия будет последней С такими темпами Возможно в следующей серии мы выпилим Германию Напичкаем Германию агентами нашими Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Что за прикол? Ну мы конечно задожмем его Нифига се Построили порт еще Продолжение следует... 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 Миссион комплект Еще и флот потопили небольшой немецкий наши авианосцы Субтитры делал DimaTorzok